Вот оно, народное жюри, прямо как в известной программе на федеральном канале. В 32-й гимназии люди тоже оценивали предложенные блюда. Но они не выбирали лучшее, скорее пытались понять, действительно ли здесь вкусно всё. Вот сук с чечевицей, разность салата у нас, что ещё? Вкусные блюда, фаршированные руле куриные, наггетсы есть. Богатый рацион вовсе не по случаю праздника. Это повседневное меню школьников. Как известно, с этого года организатором питания стал Казанский департамент продовольствия. Другие порции, продукты, блюда. Во время осеннего пикника родителям и детям предложили их попробовать и выставить оценки. По блюдам все, которые я попробовал, я поставил пятёрки. Что попробовал, что успел взять? Жареную картошку, лазанью. Понравилось? Я попробую лазанью и, не знаю, ну, наггетсы как бы, ну, вкусно, да? Первое ощущение очень понравилось. Всё вкусно, достаточно. Хотя у меня ребёнок жалился на рыбу, но оказывается, это очень съедобно и вкусно. Мне понравилось. Люди замечали, было много овощей. Это не случайно. Осенний пикник как раз и посвятили овощной тематике. Объясняли полезные свойства овощей в лёгкой игровой форме. Чего только стоит главный символ праздника – молодёжный бро-коля. Если, допустим, рацион ребёнка 2 килограмма в день, то 35% должны составлять овощи. Конечно, дети не очень любят овощи. И сегодняшнее мероприятие посвящённое тому, чтобы показать, насколько из овощей можно вкусные и интересные блюда приготовить. Осенний пикник в нашем городе прошёл впервые. Причём каждый нашёл себе занятие. Насыщенная программа была и на улице. Здесь детишки рисовали, участвовали в спортивных играх, викторинах. А как приятный бонус – получили вкусные зелёные подарки. Можно художнику угостить яблоком? Держите.